всем привет сегодня заканчиваем разговор о кассетах для внутреннего японского рынка в нуяпах эта тема не закрыта окончательно кассеты класса в нуяп еще будут наверняка на обзорах просто на данный момент их больше нет у меня на руках за последний месяц-два посмотрели около 20 кассет довольно узкого временного отрезка 1995 99 года и более-менее реальный вывод чего стоят эти кассеты сделать можно но это чуть позже для начала посмотрим аксию 1990 года которую любезно предоставил мой любимый владимир владимирович за что ему огромное спасибо она одна осталась и вполне подходит в тему обзоров кассет внутреннего японского рынка хотя и довольно старая по отношению к остальным сзади на упаковке я не вижу никакой полезной информации кроме данных о прекрасной ленте компактной коробке и о гарантиях тут даже не написано где сделана кассета то есть не факт что она сто процентов из японии серия ps1s это довольно высокий уровень лент у аксия я думаю что на 90 год это был топ минимум пред топ железных лент это с 95 года у аксия добавилась лента с маркировкой кей к но при этом исчезла именно ps1 с было только ps1 без буквы с так что я думаю именно эта лента топ железок от аксия на начало 90-х ранее я скрывал пару запечаток аксия именно с такой лентой но 88 года и замечания по ним были что с этой давайте смотреть как и сказал упаковка мало информативно но прекрасно натянута и 9 баллов за работала скрываем подклеилась упаковка кассете 9 баллов как и говорил кассета вид спереди торец вид сзади кассета перевертыш ну то есть открывается она вот так но при этом сама по себе читается вот так щелкает даже второй раз хорошо в комплекте кассета стикер из очень хорошей бумаги который легко выдержит пару-тройку переклеиваний если вы первый раз плохо или криво и и наклеите наклеечку всего четыре штуки здесь две основных две запасных различаются по цвету вкладыш согнут заводских условиях чтобы удобно лежал в коробке и не увеличивал ее толщину вкладыш симпатичный аксия slim player spirits изнутри как-то так ну такой сомнительный в плане удобства использования вкладыш честно говоря мне не очень сильно он нравится коробка формата extra slim то есть тоньше наверно придумать невозможно хороший пластик фирменные стоперы fuji axia на тот момент вот так она правильно читается здесь логотип axia в нижней части в целом за комплектацию коробка вкладыш стикер 9 баллов 1 балл спешу за вот такой вкладыш лучше бы сделали без разворота было бы удобнее пользоваться ну опять же это просто придирка но все равно 9 баллов кассета для меня она ни разу не сюрприз у меня такие кассеты есть как в бушках и по моему запечатки такие были ничего необычного но и ничего плохого я в ней не вижу великолепнейшие изделия прекрасный пластик как по тонировке так и по прозрачности идеальнейшая вещь такой слегка коричневатый отлив у sonic он такой фиолетово-синий а вот у axia коричневатый классно по формовке без особых изысков кроме пары коротких линий типа как ребра жесткости но вряд ли они ими являются это просто такой дизайнерский изыск формовки корпуса кассеты смотрится конечно классно нижняя часть рифленая в вертикальную полосочку что есть slim player spirits ps1 с 90 первый тип для компакт дисков страна а там страна b и кассета получается зеркалочка да то есть надписи зеркально переворачиваются это очень хорошо друг друга они не перекрывают да то есть здесь slim player spirit получается а здесь player spirit slim на стороне b на дизайнеры у axia всегда говорил свой хлеб свою зарплату получали не зря внешне за кассету 10 баллов однозначно что по ленте подушечка пластина на месте ракорд слегка матовый почти прозрачность голубой поперечной полоской склейка лента ухты на ленте какой-то пятнышко какой-то на камера не видит но прямо по центру подушечки в данный момент это пятнышко черное есть и точно такие же пятнышки были обнаружены на axia 88 89 года который ранее вскрывал естественно позитива все это не добавляет дальше вроде бы все чистенько плесень это или просто дефект производства также не подскажу ладно дальше не вижу на прозрачность лента не реагирует непрозрачная камера может быть и вид что нас леков просвечивает но я не вижу по заливке без вопросов идеально посмотрим на нее в магнитофоне и в роли магнитофона сегодня выступает многим известный пионер сети 757 немного перемотки вперед послушать как все это мотается мотается это все хорошо не шумит не скребет в пределах нормы для кассеты железного типа назад калибровка в нулевых положениях 315 герц плюс 3 децибела входящий сигнал на выходе плюс 4 повышение до 1 децибела но разбаланса нету это самое главное а с повышением уровня будем бороться тогда в нулевых положениях вот такая картина уровень надо понизить слегонца и повысить подмагничивание и того bios в плюс 2 уровень минус 1 индикаторы стоят прекрасно контрольные 315 герц показываю что уровень я не довел до нужного мне значения ну хорошо давайте вот так вот так вот плюс 3 на выходе еще раз калибровка начинаем добавить надо подмагничивание вот есть какие-то все-таки недочеты клиентам от аксия пожалуй так все и оставлю плюс 3 на входе плюс 3 на выходе по калибровке уровень более-менее подмагничивание отлично все пишем в таком положении а и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Которые не добавляют оптимизма к вопросу о сохранности ленты в целом Но в общем итоге красивая кассета хорошо звучит И с типичными проблемами Fuji Axia В чем их типичность вы узнаете если посмотрите предыдущие выпуски про вскрытие Axia Теперь подведем итоги по кассетам для внутреннего японского рынка Как и сказал в начале скрыто и затестено больше 20 кассет 95-99 года Почти всех именитых японских брендов Начну с того что скорее всего кассеты которые идут на аквабас или винтаж кассет во вкладках Japan Не сделаны исключительно для Japan А не для всего азиатского рынка Во-вторых большинство кассет не сделаны в самой Японии Об этом четко написано на упаковке Сборка Корея, Китай, Индонезия, Таиланд Но при этом лента японская За редким исключением Сами ленты на вид явно прозрачные Что наверняка скажется на их состоянии при интенсивной эксплуатации Поэтому такие бэушки часто с проблемами Я бы точно не рекомендовал брать ленты больше 90 минут Там и так лента тонкая А 120 или 150 минут еще тоньше Но справедливости ради скажу что есть многочисленные отзывы О беспроблемности таких длинных лент Цены на подобные кассеты весьма гуманные Железная TDK AE на 60 минут стартует с 260 рублей 3 доллара по курсу 90 рублей за доллар Или 90 долларов за рубль, не помню Самая дорогая железка 500 рублей Хром понятное дело дороже Но не космические цены как за более древние И еще более сомнительные хромули 80-х Все кассеты из очень хорошего пластика Часто с хорошей полиграфией и комплектацией Внешне симпатичнее чем их евроамериканские братья этих же лет Но внешность на любителя все же За исключением пары сомнительных кассет Все внуяпы показали себя очень хорошо В плане теста на калибровку и запись Но если кого интересует мое личное мнение То из большой четверки Axia показала себя хуже всех Я не говорю что выкинуть и не покупать Но все же они проигрывают Maxl, Sony и TDK Самыми лучшими оказались TDK Но их и было 5 или 6 штук Против пары Sony и пары Maxl Естественно статистика по TDK точнее И они оказались в лидерах В общем вердикт по кассетам середины 90-х такой Годные под качественную запись кассеты Идеальные как доноры Если вы хотите сохранить аутентичность вашей кассеты На этом почти все Хочу выразить огромную благодарность Владимиру Владимировичу за предоставленные кассеты И огромную персональную благодарность Андрею из Рязани Который и явился спонсором большинства роликов Про внуяпы И вообще спасибо всем Кто находит возможность и желание Поддержать мой канал материалом для контента Надеюсь вам мои дорогие подписчики Понравился этот ролик И вы поддержите мой канал комментарием Лайком, дизлайком и подпиской До новых встреч И самое главное не болейте Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому